Губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. На нем были рассмотрены меры по мобилизации региональной системы здравоохранения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции лечения зараженных COVID-19. О том, какие решения были приняты в сюжете Марии Шиловановой. Президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу к 28 апреля текущего года полностью завершить работу по развертыванию коек для оказания помощи зараженным новой коронавирусной инфекцией. С этой задачей Верхневолжье успешно справляется. В Тверской области предусмотрено создание более 1300 коек для лечения пациентов. Отделения для приема созданы в городской клинической больнице номер 6 и номер 1, Калининской ЦРБ, областной клинической больнице. Планируется увеличение коечной мощности и создание инфекционных госпиталей в больнице номер 1 имени Успенского, Нелидовской, Зубцовской и Конаковской центральных районных больницах. А также центральной медико-санитарной части номер 141 Федерального медико-биологического агентства России в Удомле. Нам необходимо было подготовить 630 коек, которые в том числе оборудованы аппаратом ИВЛ, кислородом, находятся в боксированных учреждениях и отвечают всем необходимым требованиям санитарной и пилологической безопасности. Мы поставили более 1300 коек себе в план, которые должны быть распределены в основном по местам концентрации людей. Сейчас губернатор перед сотрудниками здравоохранения региона поставил 6 главных задач. Это развертывание коечного фонда, разработка и внедрение системы маршрутизации пациентов, обеспечение их лекарствами, а медработников средствами индивидуальной защиты. Также будут предприняты меры по совершенствованию процесса лабораторных исследований и повышению финансового стимулирования медработников. У нас на сегодняшний день доплата будет производиться в размере 100 тысяч рублей. Плюс к зарплате это врачам-реаниматологам, 80 тысяч рублей врачам, 50 тысяч рублей медсестрам и 25 тысяч рублей младшему медицинскому персоналу. Также меры стимулирования добавляются и для персонала скорой медицинской помощи, но и для тех медиков, которые не работают с зараженными ковидом, а просто несут свою службу, дежурство. Также будут предусмотрены доплаты. При этом вопросы с кадрами в Тверском регионе уже решаются двумя путями. Первый – перевод дополнительного медперсонала из других учреждений здравоохранения для работы с коронавирусными больными. Второй – вовлечение в работу врачей-ординаторов Тверского медуниверситета и студентов медицинских колледжей Верхневожья. Так, в 6-ю горбольницу уже прибыли 30 студентов-медиков из Вышнего Волочка. Это для них большая школа и для нас подспорье, потому что людей такого уже серьезного возраста мы всех, конечно, попросили самоизолироваться. И молодая кровь, и они, конечно, для нас большое подспорье. То есть они как бы помощниками врача работают, и медсестрами, и братьями. Без них нам было бы сложно. В ближайшее время в инфекционные госпитали будут направлены еще несколько сформированных групп студентов-медиков. Их разместят недалеко от мест временной работы, чтобы добираться до больниц было несложно и быстро.